Вот этот венчик ставить сюда. Другое дело. Что мы робим и чем мы занимаемся? Показываю. Давайте идем дальше, бо солнце бьет глаза. Значит Виктория покрасила получается всю кузню и и пошла уже на забор. И на том остановились мы. Пока же резки, мески, то все было. Сейчас опять время подошло. Появилось время свободное. Вот так лучше сказать время подошло. Появилось свободное время. Вика только что прогрунтовала целость пять пролетов и будет красить. Ты сразу хочешь красить, да? И сразу будет красить таким же самым тоном. Вот такой гранит. Матовый гранит. И все. И вот так оно все будет. Будет, я думаю, просто прекрасно. Кто еще не видел, может кто видел уже. Там я выкидал маленький ролик и сюжетик. А это вот так будет. Ну в принципе непогано. Чим занимаюсь я? Борусик приехал. Ты сказал, Вика будет красить, а я своим. Ааааа. Женка очень смеялась. Так вот. У нас не смеется никто из того, что мы одна команда делаем в городе. У нас нет. А ты, а я одна команда. Понимаете, как это? У нас нет. Главный, не главный. Мы одна команда шпарим и все. И поэтому я всегда и говорю, Вика робите, а я там что-то другое. И если Руслана-женка смеется, не смейся, а бери и помогай человеку. А то он все сам на себе тянет. Так. Дивите, чим занимаюсь я. Бо все ты же скажешь, что Вика, а что ты делаешь? Вчера пів дня розмачивал щельовые полы. Розмачивал, розмачивал, розмачивал. Поналипало много. Ну розмачивал, видите, все вимил. Просто плита как новая, идеальная. И также сами стены. Тоже я розмачивал. Ось под сюда. Тоже все было очень в налетках. Поразмачивал. Та чего вы? Поразмачивал и вымил. Но все равно вымывал, вымывал керхером. Хорошо, но долго. То я уже взял щетку. Ось вот такую. И щетку в воду, щетку итер. И потом опять керхером смывал. То хорошо. Так пошло. Потом уже в кінці. Нормально. Я сюда и свет собе провел. Вчера, чтобы по-темному можно было делать. Ну нормально. И также у меня спрашивали. А свет у тебя, ну типа горит днем и ночью? Тут вообще света нема. Это уже у нас тут, как и выводок, вырез. Не знаю. Может четвертый, может пятый. Кто его, мы не считаем. Но света тут нема. Свет есть у маленьких поросят. Там и красные лампы включаем. И бывает там на ночь, ночничок. А тут нема. Также само освещение нема на верхних щелях, где много, то тоже надход. Там тоже нема цвета. Не знаю. Наверное, его и не будет, потому что оно, как показала практика, оно и не нужно. На что оно не влияет. На отгодивлю не влияет. Что я хочу делать дальше? Повимивал я. Сейчас поставил ось первый один этаж лесов и буду сбивать паутину по верху. Это первое. А второе купил эмульсионку. Сейчас покажу, яка. Буду красить ее в сирый, чтобы такое сиренькое было и покрасил полностью потолок. Потом нашел, не купили мы крейду. Ну, нашел крейд у нас дома в гаражі. Побилим оцей участок. Ну, тут небагато, вот именно по периметру. И я хотел не красить. Думаю, не буду красить. Ну, зачем? Запустил, вимею и все. Запустил. А це подивился, вот такое обдерце. Думаю, наверное, покрасить. Давайте покажу вам. Купил банку краски. Баняку. Ну, трехлитрова чи трехкилограмово вона. Ось вона получается вот такая. Темно-сира. О, 520 грн, да, вона стоит. Ого, подорожала краска. А я как-то не туда. Вот же, 520 грн. Ну, я просто брал и щетки, и те, и те, и воно как-то не заметил, что краска 520. Захист до семи років. 520 грн. А мы еще брали тоді, я понял, на той серии. 320 грн, да. Ого, бачите, как в половину уже почти подорожала. Тепер тут. А ця, а оця краска 320 грн. Оця. Фарба, что мыется. Ну, это, короче, для внутренних работ на 27 квадратов, я думаю, хватит. 320 грн. Сейчас буду взял краситель чорный, покрасю, зроблю з нею сиреньку, та сейчас вам покажу, и будем, и буду начинать красить. Як я роблю саму, як я красил, та як на глаз, беру, кину, та и все. Сейчас покажу. О, еще иди. Пів ведра. Ну, вот, дивите, а это же новое, может, кто другой одни, да? Ну, вот. Чи так оно иде, да, наверное? Ну, короче, вот так. Пробуем Робить сиреньку. Да сейчас водой гепнемся трошки, это будет нормально. Она же водой разводится. И хотим же ж побыстрее это все марафет навести. Потом последний шаг, что мы делаем, выкачиваем яму, приедет машина, выкачиваем. Ну, и все, и можно запускать, воно все просохне как раз, и запускаем эту партию туда, и все. Так, пробуем, яка же будет. Воды потом добавлю, а что делать? Не, мы можем сделать светлую сиру или темную сиру. Ну, подивимся. Ну, я очень темный, не хопатовал, чтобы темно там не было. А это может я и много гепнул, да? Да, не, нормально, оно постоит нормально. Не, нормально ведь. Не, отлично, оно будет. Ось я такая вышла сиренька. Сейчас трошки водички добавлю, буквально пів литра. Ну, чтобы не так туго щеткой крутилось. Ага. Та я вот возьму, кружка какая-то есть. Бо за щеткой будет тянуться, оно будет тяжело красить. Щетка здорова. Вот так. Гепнем, будет нормально. Также, друзьяки, что? Только что мы купили еще дров. Давай покажем, Вик. Та щас домешаю. Та шо з нею буду, оно нормально. Оце хватает. Оце хватает. А, да вы посветлило. Нормально, давай есто. Это у нас стены вымывала. Всё, хватает. Если я попробую красить, и оно будет очень густое, то я добавлю воду. Так, сюда мы уже ходили, показывали. Вот сейчас вам покажу, нам только-только привозили дрова. Дрова рубані уже, видите, сейчас взяли рубані. То брали не рубані, но в пенечках уже попилені, а це взяли рубані. Ну оно так проще, взял и подкинул, и всё. Ну а те надо рубать, и ещё на эту зиму хочем занести у дровничок оцю всі дрова. И там у нас тоже надо рубать их в дровничок. А на следующий год уже дровничок разберем, и будем тут аж робить подъезд хороший до ангара. Это, что касается дров. Ну и, в принципе, мы брать не будем, бо это мы дрова берем не дома топить, бо дом мы уже утеплили, дом будем топить, как будут морозы, газом. А это мы взяли сюда в кухню, ну где типа, что мы называем, мясный цех. Ну, летняя кухня. И мне в кузню тоже, чтобы протопить, как морозы, чтобы можно было делать. Вот так. Что у нас тут а по ангару? По ангару я вам прошлый ролик показал, что у нас почти 2 тонны было корма. Прошла неделя ровно после ролика. 148 кг корма, 2 тонны осталось. И поэтому нам надо уже завтра, это все отдамо сейчас за вечер и завтра утром. И все, надо уже бомбить сюда 2 тонны корма. Ну и поросячий тоже вот для маленьких поросят заканчивается. Осталось 1,5 кг. 150 кг. Опять сделаем сначала кг 500-600 кг стартового для маленьких поросят. А тогда 2 тонны гепнем ячмень, пшеница, кукуруза и черная макуха у меня еще. И 100 кг. Ну то есть 5% у них выходит черная макуха, а макуха, а те все остальное, ячмень, пшеница, кукуруза. Примерно по 30%. Вот так. И еще что я хочу сказать. То я думал, что мне не хватает корма. Ну думаю, вот не хватает корма, сколько идет. А потом посчитал, что до Нового года сколько по голове не станет, то в принципе корм еще и останется. Бо там потом молодяк начнет подрости, я так прикинул, сколько молодняка, сколько на них надо корма, на всю их жизнь. Да хватает корма, оно так кажется. А на самом деле его хватает, еще и останется. Я вот сначала переживала, посчитали, что нижние щеля уже вырезали, сейчас уже убрали зитку, потом следующая гита, потом там підуть той-той кабанчик, той-той, и получается все, тут тоже будет пусто, то перейдем сюда, на верхние щели, там тоже уберем клетку, это до Нового года. А после Нового года, а тут где свинки, начнем отсюда брать. Ну и все, а что, и потом только молодежь, остеем Азернавский. Хватит с головой, хватит так, что... Я вчера, как вымывал, навел шампунь, это еще нам не в прошлом, поза прошлом году подписчик нам давал моюще, на моюку, как мы только купили, и вот это мы нею пользуемся. Сейчас даже покажу, сколько осталось. Ну еще много, да. О, оно густое, хорошее, это нам подписчик, спасибо нашим подписчикам. Тут в ангаре стоять, набрал, сколько надо, и разъехал с водой. И все. И а то... Багато. Я все разъехал три, наверное, пеной. И воно, как оця, из этой баклажки, не очень быстро забирал пену. А то и керхеры, Штилевские быстрые, а это и медленно. То есть я разъехал четыре, наверное, все покрыл пеной, оно разъехало, хорошо размочило, а то вымывал. Отлично. Ну, это своего рода дезинфекция, да. А что то? Порошки вот и куплять, крейду. По пів тысячи гривен за мешочек. Короче, а так. Я вам скажу так, что дезинфекция примещений, лично сугубо, мое мнение, ничего не даёт. Вообще ничего не даёт. Даёт, даёт запах там, и трошки подсучит на десять минут, на двадцать. Всё. Больше толку нет никакого. Как правило показала практика, или вот так, если керхером мышь, взял шампунь, вымыв, то и всё. Или, если нет керхера, шампуня, известью обычной. Обдав, и то же самое оно будет. Не, шлангами мыли раньше, ну и жёстю билили стены у нас раньше, и тут обилилися, были ж до 100 клеток. Нормально, ничего. Ну, вопрос никаких не было. Это, я скажу своё мнение. Вот сейчас начнут писать с комплексов мне, то ты понимаешь, это, это, дезинфекция, сделайте пожалуйста. Я скажу, как у меня. А там уже дальше ваша думка. Вы меня тоже знаете, я же не два порося вам показываю. У нас конвейер идёт, поэтому я уже что-то могу сказать, что-то уже прошёл, что-то знаю, что-то уникший, что-то это. Я вам показываю, как на своём досвиду. Сколько у меня сюда влазы поросят? Вот питали. У меня тут размер. Тут по плитам почитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять плит. И тут девять плит двухметровых. То есть четыре на четыре с половиной. Плита идёт по пятьдесят сантиметров на два метра. Вот сюда я могу запустить. Вот тут у нас сейчас тридцать поросят, двадцать девять. Я их могу запустить. У меня перед этим было двадцать девять. Но как они уже будут подрастать килограмм по сто десять, сто двадцать, им начинает уже, ну как, места не очень много. И если вы держите до сто двадцати, там даже взять сто двадцать пять, чи сто тридцать, держите, места хватит. Оцего, как у меня. Ну а у нас же всегда, как бы, больше идут. Сто шестьдесят, сто семьдесят. Поэтому я решил, что оцех двадцать штук запустил сюда, а тих заберу остальных в здоровый сарай, бо он будет почти пустой. Там будут свиноматки, безземянная волосинка, и по новым молодым, что мы оставляем, ну штуки четыре-пять. Все. Больше никого не будет. Так думаю, хоть хоть на зиму ци там будут, типа, для обогрева и все. А так берите из расчета ноль шестьдесят пять, ноль семь квадратных метров на одну голову. Ну а так считается. Я больше кидаю. Нормально все, но как вы растаете, если до здоровых, то места мало. А так, конечно, пока они маленькие, им то хватит места, еще месяцев четыре, наверное, хватит места, а потом уже будет мало. Вот так. Также поставим векно. Это что я вытянул. Это оно пока, чтобы продувало, высохало все. Сейчас тут витяжку тоже пообдираю изнутри оцей фольговый изол и снаружи поутепляю саму витяжку. Поставлю векно. А на следующий год векно сюда поставлю пластиковое, чтобы открывался верх, если провитывание надо. Двери поставлю легкие, пластиковые, без стекла. И туда поставлю двери легкие, пластиковые. И сюда векно, чтобы открывалось. Не так, как я вытягиваю, а сделаю, чтобы открывалось. Налит открыть и заклеить его, допустим, от солнца фольгой, чтобы оно отражало фольгу, солнце фольгой. Но и был в поддове воздуха. То есть, чтобы сюда вверх очень открывался. А так сделаем, будет нормально. И солнце не попадает, и витрец гуляет. Ну а там же, конечно, мы так же переробим. Там, видите, потолок разберем. Розберем потолок и все демонтируем, разберем на щеля и будут щеля. Вот так. Вот это же мы делаем все, чтобы перевезти и там не чистить грабарочками, шкрепками, не чистить після них утром и вечером. Подростать. На глазах подростать. Хорошо все. Так что то так. По поводу кормушек бункерных. Не надо. Ну как? Нам воно не надо. Чего? Вот такие железные корита. Не клятые, не мятые. Все хорошо. Единственное, что не надо сипать много. Вот допустим, мы здесь насипаем, там есть пивкары, там все равно не надо было насипать, а принесли насипать, не глянули, а то и гепаем, то они могут рассипать, если очень много. А так как насипать следить нормально. То есть вон получается, что с толстого металла, толстого уголок, арматура, ей хватает на десятки годов. А за бункером дивиться надо, то иде, то не иде, то через что повикидали, то еще что-то. Ну зачем это лишние соби мороки, расходы и так далее. Он простой метод и все. Ну это тоже на мою думку. Пробуем, как оно будет покрашено. Как будет покрашено. Сейчас я вам покажу. Возьму щетку в машине. Я еще все и не забирал. Щетку в машине. Я купил две щетки. Вот эту меньшую краску сиру наносит на панели туда. Вот эта такая удобная. А это здоровую взял, чтобы потолок красить. Вот это 30 гривен. А это... Да я вообще никого на цены не дивился раньше. Это сейчас что-то в последнее время начал обращать внимание. А это 130 гривен. Ну вот. Ну вот. Вот эта. Смотрите, какая хорошая. Ну вот 130 гривен. Так, а где? Давай. Давай. И сейчас вам показываю, как воно все робится. Та-та-рай. Та-ра-та-ра-та-та. Надо и вымыть. Хорошая такая, что потом красить. А воно после эмульсионки хорошо вымывается. Так не скажу. Можно потом все... Ну, а как плит? Севик, смотри. Какое состояние плит. Хорошая, да? Сколько они? Три года? Та вроде бы три года плитом, да. Как свиньи постоянно живут. И хорошая. Ну вообще, вопрос по плитам вообще нет. Ну а сейчас попробую низок. Вот тут, допустим. Та при чем залезь? Я и так покажу. А может и густенькая краска. Может трошки надо будет развести. Ой, видите я. И все. А то же мне поверили, ой грибки. А то вверх пішу в грибках. Свиньи поболеют. Нет, то не грибок. Ну как, то не оно грибок. Только от чего он образовался. Тут-то в нас не было свиней зимой. Прошлой зимой. А там было тепло, малые были. А тут никого не было. И получается, а яма была полная. И воно вот эта сирость, и оттуда тянула сирость. И вот это такой грибок. Что мы делаем за этим грибком? А вот так вот, видите, вот так делаем и все. И уже следующее видео, вы увидите, как мы их будем запускать. Тут будет красота, как в поликлинике. Все чётенько, беленькое, сиренькое, потолочок красивый и все. Ну за этим всем, конечно, надо смотреться. Там кто-то подумает, а нафиг оно надо, а ты запустил свиней и все. Да мы так тоже раньше думали. Запустил то и все. Ну воно дело в том, что со временем если за ним всем не смотреться, то и все. Вот это вот ДВП моё, что мы убили. Воно упаде. Воно будет влагу на себе тянуть, упаде. А так защищенное. Так само стены. Воно повыгрызайте, а так мы допустим... Да, запустим. Будут дырки, да. И мы перед каждой оцей покраской дивимся. Вот в прошлом году отгрызли вот этот угол. Вот что они его отгрызли в прошлом году. Не знаю. Я наколотив клей и угол оцей замазал. Ось воно видно, где было выгрызено. И все отлично. Ось виводок прокормили, убрали на мясо и все. Просто закрасив потом. Да, и где-яка ямка маленькая, опа, там клей для плитки подколотив и мазнул так чуть-чуть. И все. Ну что банка краски, грубо говоря, растянем на все. Да и все. И ведро эмульсионки. Ну а крейда у нас есть. И все. И будет просто, как новый сарай. Воно самим приятно. Да, они то бы не сразу, пока маленький будет, чистенько. А потом вырастут. Опять замажут. Ну, мы сделали как. На следующий виводок просто мыем, запускаем следующий. А потом аж уже типа как капремонт. Через два виводка. Ну а так. Вот тут. А я еще вопрос задавали. Вот я про ось, допустим, белое вот такое. Воно сухое. Вообще идеально сухое. Воно шпиль, надо пообметать. Кстати, воно. Ось. Вот так воно все. Бачите? Вот даже некрасивое было. Так что замазал. Что его? Что ему будет? Да ничего не будет. А так и стоять вот. Ну вот это вот так будет выходить. Сейчас надо вильник взять и по это самое. Повыметать пилюку. Я тут где мог достать, доставал. А где уже не достану, там да. О, смотри. А не, не надо разводить. Дай. Отлично. Диви. Это Сашко еще тут красил самый первый раз. Второй раз. Мишка. Да они вареные. Эти миши я вчера вымывал так. Їм и идите, потому что они никуда. А у нас же собаки котов не признают. А у нас живет одна кишка. А где этот дровничок летний живет кишка. И Боря ее дежуре вычислить. А она уже не один год тут живет. И они не могли еще. Аська не могла ее никак поймать. А это что из Боря взялся. Но Боря добрее чем Аська. Аська то сразу хватает. А Боря не. Он не решительный так и схватить кота. И сегодня наблюдает картину. Кит сидит на векне и смотрит на Борю. А Боря оттуда смотрит на него. И друг напротив друга так сели. И смотрит на друг друга. Но Боря не решается его хватать. А если бы была Аська. Уже б цей кир бы схваченный был бы. Вони очень не любят котов. Но так как Аськи нет. То я же скажу, как ее не стало Аська. Ой, Боря стал спокойный. Ну что, вот так. Как векло? Воно не видно. Ну вот так чуть-чуть. Сейчас позметаю винником. И все. Короче, следующее. Включение будет. Ага, нормально. Там вообще бомба. Сейчас повыметаю винником. Бо тоже винником не смею. Я уже и наготовил. Пообметаю. Ага. Ага. Висох. Ага. Короче, следующее включение. Это перевод этих поросят. Будем переводить. Я тогда покажу перед тем, как будем перегонять. Как я тут все сделал. Как все довелся до ума. Как все получилось. И будем запускать новую партию в этот сарай. Будем вам показывать. Я думаю, что дай Бог подберем день, чтобы мы были свободны. И все покажем. Так что то так. Вам спасибо. Мы трудимся. Вот такой ролик. Ролик. Чего мы так делаем? Что делаем, то и показываем. А что нам придумывать? Что делаем, то и показываем. Вики надо идти свое делать. Мне свое. А так получается, что трошки заняты сейчас. Всем спасибо. И всем пока.